В основании правильной пирамиды всегда лежит правильный многоугольник. Сегодня я расскажу, как сделать пирамиду, в основании которой лежит квадрат. Сделаю это на основе офисного листа формата А4. Из него большую пирамиду не сделаешь, но схему изготовления можно понять. Сначала я делю лист пополам. Я знаю, что он 21 сантиметр в ширину. Значит я ставлю точку приблизительно посредине 10,5. Измеряю вдоль, он вдоль 29 сантиметров. Значит где-то 14,5 приблизительно ставлю. И приблизительно определяю, навожу точку, где середина листа. Теперь ставлю угольник прямым углом вверху этой точки срединной. Приблизительно под 45 градусов, чтобы было. и делать я буду основание 8 сантиметров. Так что, вот я провожу сейчас линию, чтобы приблизительно линия это была 8-9 сантиметров и заканчивалась она на уровне этой точки. Теперь отмеряю на проведенной линии. С одной стороны отмеряю средину от 8-4 сантиметра. Вот. И 8 сантиметров отмечаю. Точно также делаю с другой стороны по линии. Отмечаю. Ближе сейчас покажу. 8 сантиметров ставлю. Значит длину отмечаю 8. И отмечаю средину 4 сантиметра. Опять ставлю угольник. У меня угольник, видите, он прозрачный и ноль идет немножко дальше, чтобы было видно линию. По точке, той, которую я ставил, отмечал 8 сантиметров. Ставлю угольник под 90 градусов и опять провожу линию. 8 сантиметров отмечаю и 4 сантиметра. Переворачиваю лист дальше. 8 сантиметров у меня получается. Провожу линию и отмечаю 4 сантиметра. Теперь по отмеченным серединным линиям, где было 4 сантиметра, я провожу прямую линию. И опять же отмечаю апофема, то есть высота стороны пирамиды у меня будет тоже 8 сантиметров. Опять отмечаю 8 сантиметров. С одной стороны и с другой стороны. Отмечаю тоже 8 сантиметров. Точно так же делаю с другой стороны. Почему именно 8 сантиметров? Потому что сделать из листа формата А4 пирамиду с основанием больше чем 9-10 сантиметров не получается. Лист очень маленький. Для того можно сделать меньше основания 7-6-5 сантиметров. Но тогда пирамиду будет выглядеть очень высокой такой. Некрасивой. Для того, чтобы основание было побольше, нужно сделать ее из листа формата А3 или А2. Ну, взять лист побольше. На последней линии я отметил по 8 сантиметров. Теперь соединяю точку, отмеченную на линии, с концом квадрата. С углом квадрата. Со всех сторон. С каждой стороны делаю такие треугольники. Отмечаю. Можно было, конечно, скачать с интернета. Вот такой шаблон, который я сейчас рисую. Но, во-первых, не у всех есть интернет. И не все могут распечатать ее. И распечатать ее можно только на А4. Во-вторых, если хочешь сделать треугольник по заданным размерам, и сделать с картона, как ты его на картоне распечатаешь. Тоже проблематично. А вот то, что я сейчас показываю, можно сделать схему на любом листе, любого формата, любой толщины и любой величины. Можно взять любую величину листа, какой вздумается, и нарисовать любой квадрат. Любую такую схему на любом листе. Со всех сторон квадрата я дорисовываю треугольнички. Еще раз. Одна точка это та, что я отмечал на линии. А другая точка угол квадрата. Затем отмечаю полоски для приклеивания, для склеивания моей схемы. Я их делаю через одну. С одной стороны сделал. Одну пропускаю. С другой стороны. Получается, с правой стороны каждого треугольника я провожу такую линию приблизительно где-то сантиметр-полтора. Такие линии провожу. Чертежные работы закончены. Теперь нужно вырезать. Беру ножнички. Начинаю с чего? Срезаю под прямым углом. На верхней точке, где я отмечал, срезаю бумагу. Затем обрезаю по контуру. Та линия, что идет к полоске приклеивания, не обязательно там аккуратно. А вот уже линия, которая будет гранью, нужно очень аккуратно ее обрезать. И стараться не выходить за пределы, чтобы не зацепить угол и сам квадрат. Опять срезаю. Срезаю для того, чтобы эти линии для приклеивания не мешали затем при приклеивании. Если их не срезать, они будут торчать. Вот срезаю я эту линию для приклеивания. И обрезаю. Вырезаю эту схему. Я специально не делаю сейчас никаких ускорений здесь, никакого убыстрения. Да, нудноватая немножко работа. Но я хочу, чтобы вы полностью весь процесс увидели и поняли, как его делать. Вот здесь обязательно доходим до точки. Ни в коем случае не пересекаем эту точку разреза. Не спеша это делаем. Потому что если вы пересечете, будет в вашей конструкции пирамиды будет разрез или будет тяжело согнуть в дальнейшем листочек. Значит делаем это все разрезы очень аккуратно. Я надеюсь вам очень хорошо видно, как это делается вручную эта схема. Еще преимущество этой схемы, что можно задать любой размер, который вы хотите. Любой размер основания, любой размер стороны, которую вы хотите. Любая высота. И тогда сделать пирамиду любую, даже с золотым сечением. Как пирамида Хеопса. Схема готова. Пирамиды. Теперь начинаю загибать. Переворачиваю наоборот лист. Свою схему. Я специально взял с другой стороны напечатанный текст, чтобы было видно, какая сторона где. На другую сторону заворачиваю. Так легче заворачивать, потому что я заворачиваю по линии, которую проводил снизу. Заворачиваю сначала полоски для приклеивания. Так резкость чуть-чуть пропадает. Затем загибаю будущие стороны, вот по линии. Видите, вот по этой линии загибаю грани будущей пирамиды. Делаю изгиб тоже в средину. Поочередно делаю в средину. Загибаю. Если вы хорошо отрезали, тогда ориентироваться на линию не надо. Просто загибаете и загиб проходит до линии разреза. Если вы правильно разрезали. Если вы дальше разрезали, тогда бумага уйдет дальше и загиб не пойдет по линии. Я загнул все четыре стороны пирамиды. Теперь разгибаю их назад. В том числе разгибаю назад и полосочки для склеивания. Делаю это для того, чтобы вся моя схема, которую я рисовал, осталась в средине пирамиды, а не снаружи. А сверху можно сделать, допустим, из цветного картона, обклеить эту пирамиду чем-то, нарисовать на ней что-то. Я взял просто такой листок, напечатанный там сверху с текстом, чтобы стороны отличались. Так, все разогнул. Теперь подстилаю кусочек, листочек бумажки. Беру клей и смазываю клеем. Можно ПВА, можно любой другой, но не такой, который быстро хватается. И желательно тоже не двусторонним скотчем, потому что двусторонний скотч тяжело подвинуть. Нужно очень точно примерять, и точно с первого раза делать это. Если у вас получается, можно двусторонним скотчем. А склеим можно сторону туда-сюда подвинуть, подрегулировать, если она что-то неправильно с первого раза приклеилась. Смазал стороны двусторонним скотчем, начинаю склеивать, собирать. Вот эту пластину для склеивания в средину. Хорошо прижимаю клей, хорошо приклеиваю, выравниваю по грани. Хорошо, следующую прикладываю, опять же, хорошо выравниваю, хорошо приклеиваю. Следующая тоже приклеивается. Вот сверху у меня немножко не получается. Видите? Я отклеил и опять приклеил. Если бы это был двухсторонний скотч, то такое бы было уже невозможно. Последнюю вставляю в средину, полосочку для склеивания. и аккуратно прижимаю. Клея нужно намазать достаточное количество, нанести, чтобы склеивание произошло хорошо. Вот фигура пирамиды с четырехгранным основанием готова. У этой пирамиды ширина основания 8 сантиметров, и высота стороны апофема тоже 8 сантиметров. У второй, которую я взял в руку, ширина основания 7, апофема 10 сантиметров. И в этой последней, ширина основания 10 сантиметров, а высота 8 сантиметров. Изменяя соотношение основания к высоте стороны, вы можете изменить сам вид внешней пирамиды. Это 8 на 8 сантиметров, это 7 на 10 сантиметров, и следующая 10 на 8 сантиметров. Делайте макет пирамиды с такими порциями, которая вам больше понравится внешне и визуально.